здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях учитель русского языка и литературы почетный работник образования россии пальцар чингизовна мотивасян здравствуйте пальцарь гизовна дело в том что 6 июня у нас в россии отмечается день александр пушкина день рождения сад сергей пушкина а во всем мире а значит и у нас автоматически отмечается международный день русского языка и как бы там чего ни происходило русский язык был есть и будет и вот сегодня мы поговорим о русском языке а его проблематике как говорят некоторые ученые и конечно же поговорим о том как здесь сегодня учат русскому языку потому что и г никто пока не отменял даже если что-то какие-то изменения произойдут все равно русский язык русская литература они всегда будут одними из основных предметов для человека возможно потому поэт сар чингизовна что человек должен быть грамотно обязательно с этого все и начинается 2 плюс 2 ему жизнь заставит сложить а вот говорить за парень до чем проблема сейчас основная как вы считаете наверное самая первая главная проблема в том что современная молодежь я не имею ввиду всех но основная масса перестала читать вот в этом проблема потому что как бы в школе мы не учили правилам русского языка все равно пять часов шесть часов пусть даже семь часов русского языка они не делают ребенка грамотным мы только консультируем мы только нацеливаем а вся основная задача вот задача воспитания культуры чтения это конечно лежит на плечах семьи и родители я считаю что культура чтения она должна прививаться в семье с детства уже ну к сожалению сейчас мы приходим в школу не зная русских народных сказок не зная сказок пушкина потому что сейчас другие приоритеты дети смотрят другие мультфильмы дети смотрят другие фильмы но вот тут сразу же хочется отмотать до историю я учился выучились безусловно до сказки русские но при этом и норвежские сказки мы читали и чешские сказки сказки социалистических странах сейчас помню при этом читали вот я не скажу что я читал много я больше читать стал наверное сразу после школы ну как-то так получилось моей жизни но сегодня вам могут некоторые возразить что не читают не потому что не читают а потому что так жизнь идет стремительно что много столько отвлекающих моментов согласно может быть тогда эти соблазны сделать такими чтобы они тоже на руку русскому языку играли как сделать русский язык он могуч так он гибок он выразителен еще в сорок втором году ахматова говорила что и нужно сохранить русскую речь и русское слово сохраним русскую речь сохраним русское слово сохраним нацию как вот сейчас это сделать ребенку сидеть читать все лето войну и мир когда он может прочитать за два часа в кратком изложении кратком изложении 24 страницы всего то же самое все остальные произведения на которых мы учились культуре ну и конечно же тут важный момент еще что слова то есть зрительная память звуковая память память еще ассоциативная вот я часто с студентами когда общаюсь я говорю что вы не только прочтите вы еще представьтесь обязательно да потому что когда мы читаем книгу но например возьмем гарри поттера такая среднестатистическая история вот гарри поттер есть подлинники некоторые кстати уже знают английский язык да вот они прочитали кино посмотрели потом русскую версию читаешь говорят нет что-то не то что-то не так не ложится этот язык на этот язык на эту историю то есть я о чем говорю сказки которые мультфильмы которые даны у нас говорили вот мы учились на хороших мультфильмах может быть в этом направлении нужно работать что надо взять старые добрые сказки и сделать их по-новому чтобы они были интересны может быть я с вами согласна чтобы может быть хотя бы вот в пятом четвертых но в четвертом еще более-менее в пятом классе книги были более иллюстрированные а потом знаете еще очень многое зависит от количества часов вот очень бы конечно хотелось начинать литературу в пятом классе конечно с пушкина об это никто это не отрицает но что может бедный учитель дать ребенку за два-три часа литература сказок то 5 голубом по европу да 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 вот так и происходит голубом по европам очень часто ребенок читает и не понимает слова не чувствует вкус толковать я всегда говорю что русский язык это та же самая математика вот когда вы начинаете делать решать уравнение вы представляете как надо лишь вот тоже самое услышали слова устного образите себе что это слово обозначает тогда вам легче там и корень выделить и понять что это слово обозначает но этого же сейчас дети сейчас этого не делать потому что они все сидят сейчас вот теле он есть или по но тем не менее вот смотрите как интересно получаются те же мессенджеры до которые или те же социальные сети общаются на русском языке до общаются русскими буквами той самой кириллицы когда мы все так любим который так много букв но кстати мне кажется не каждый даже взрослый человек все буквы назовет вот но сейчас вот родной язык вели и мы уже ну в две недели один раз мы пытаемся познакомить детей с древнерусской литературой ведь литература наша это тысячели русский язык тысячелетние период из члеки период развития это же очень ну литератная ян сама я армянка я горжусь что я армянка но я еще больше горжусь что я соприкоснулась вот с такой литературой соприкоснулась с таким языком это же очень интересно читать и понимать и ну наверное классики 19 века призывали к тому вот лесков говорил пользуйтесь русскими словами даже обруселыми словами но только не берите вот эти заимствованные слова у нас много своих слов есть но вот дело в том что опять же и о чем говорю мы сейчас как к словам еще вернемся это отдельный такой большой пласт там споры идут страшные вот общение идет на русском языке но нет понимания того что из всего русского языка как элочка людоедка пользуешься до пятью словами пятью уже нужно для мало того вместо того чтобы написать привет которое слово тоже не совсем русская пишут прт да да потому что всем понятно это еще со временем пассе да с и пассе вот и бугаре другие еще это еще идет с тех времен когда появились у нас пейджеры эсэмэски и так далее то есть это родители этих детей уже этим занимались то есть идет некая сокращаемость и нет понимания того что люди встречаясь друг с другом они даже двух слов не могут связать что такое свидание сегодня я сам видел мальчик и девочка сидят в кафе оба в телефонах я сам и даже чуть-чуть друг от друга то есть это язык еще не только для то о чем вы говорите для красоты понимания для звучания всего это язык общения и соединения то есть у нас получается что есть некая механизированность всего происходящего при этом я прекрасно помню как учили русском языку нас очень многое зависит от учителя я сможешь за с вами научить что всю жизнь будешь от этого русского языка плакать правда да 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 я с вами согласна вот может быть пересмотреть потому что не все произведения вот война и мир даже споры по этому поводу шли что это произведение я его прочитал в 30 лет как сейчас помню а потом еще два раз на абсолютно но в школе то я читаю просто потому что надо через не хочу как сделать сегодня вы как человек опытный чтобы ребенку было интересно можно взять какие-то другие темы и на примере известных но сейчас в любом случае приходится соотносить и то что мы читаем например 19 век современностью да и говорите поднимать актуальные проблемы которые были в этом произведении и говорить о том что вот она эта проблема сегодня сейчас вот она вот я с вами согласна во многом я с вами согласна что преступление наказание в десятом классе это достоевского перечитываешь и каждый раз открываешь его для себя заново а в десятом классе понять ребенку психологию самого достоевского во первых надо более-менее подробно знать биографию самого достоевского до чтобы понять как он мог вот 5 тяжелых психических заболеваний описать своих произведениях и как так получается что эти люди больные люди бывают на голову выше здоровых порядочнее здорово ну и поэтому стараешься конечно это зависит от учителя конечно на уроке литературу сейчас сидеть и просто по заготовленным вопросам проводить урок невозможно потому что дети не читающие и тебе твоя задача сделать так чтобы ребенок заинтересовался да вот и пришел дома открыла посмотрел то ну-ка не посмотрю что этот учитель мне о чем говорит вы наверное знаете в свое время мы учились когда девочки были влюблены балконского до мальчики были влюблены наташу ростову сейчас этого нет они ищут совсем другое сейчас совсем они ущедру они оправдывают то что ну для нас это было нормой они сейчас это почему а что он плохого сделал но вы знаете с другой стороны вот приходят первый первокурсники да они бывают настолько романтично романтичнее чем мы например были потому что им не хватает внимания потому что они и родители и все их окружение они все живут цифровом измерении а любому человеку хочется человеческого общения любви до понимания вот тех ассоциативных каких-то вещей и как только ты слышишь какую-то речь более-менее выстроен у тебя сразу какая-то реакция такой идет все будем из него делать телеведущая мне кажется что может быть для того чтобы заинтересовать ведь как сейчас поступает и что-то сказал что-то заинтересовала сразу загуглили сразу там поиск и так далее там подобно то есть они не понимают что когда-то куча литературы была под запретом да люди я сам переписывал высота тетрадочку а мама моя есенина переписана я не предлагаю делать какие-то запреты но как-то наверно может быть в программе школьной что-то изменить и тут я уже иду выше в высшем учебном заведении куда тоже приходят ребята и мы понимаем с вами что наверное вы тоже помните педагоги не всегда считались таким хорошим выбором для сегодня одиннадцатиклассника десятиклассника это же призвание должно обязательно вот как обязательно если человек не любит ребенка если человек не видит вот сидят 30 детей ты в каждом ребенке должен видеть личность обязательно иначе у тебя не получится с ним разговор обязательно нужно принимать точку зрения каждого ребенка особенно если ребенок ребенок читающий сейчас понятно что молодежь думает совсем по-другому чем мы думаем но все равно эту точку зрения надо понять но если она совсем абсурдная то категорически если ты скажешь нет ты закроешь ребенок и он к тебе больше не подойдет и свою точку зрения никогда не потеряем и жду мы потеряем ребенок вот у нас сейчас в кадетской школе уже 20 лет у нас очень хорошая я не знаю традиции или что мы начиная с девятого класса проводим литературно-музыкальные салоны и наши салоны называется серенада вот мы собираем параллели и по параллели проводим эти соли мы вот у нас например недавно в одиннадцатом классе был был салон по поэзии серебряного века да и было очень интересно это есть возможность на протяжении двух недель во первых составляешь сценарий это мы вместе с детьми делаем вот они приносят то что им интересно то что они хотели бы сами прочитать для них было открытием блок бальмон для них было открытием потому что мы в классе но за урок один что ты можешь сделать футуристы когда вот эта группа детей вошла у одного петрушка у другого лицо раскрашено да вот в создаешь эпоху для них это было открытием у детей горели глаза но ведь на этого не всегда есть время парня и возможности нет а так с детьми надо играть и я всегда этим говорю вот урп литература это уроки жизни ни на каком уроке вы не сможете задать тот вопрос поднять тот вопрос решит ту жизненную проблему которую ты сможешь решить на уроке литератур все классики давно за нас все решили сюжеты уже отработаны да мы только должны уметь вот понять и себе это все как-то приблизить что через себя пропустить сейчас сделаем небольшую паузу напомню у нас гостях почетный работник образования россии учитель русского языка и литературы а пальцар чергизом на мотива сян и продолжим через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях почетный работник образования россии учитель русского языка и литературы пальцар чингизом на мотива сян не могу не поднять следующую тему напомню что программа посвящена русскому языку 6 июня день рождения пушкина 6 июня международный день русского языка по поводу всевозможных заимствований тут уже спор на уровне ученых потому что любой язык хотя русский язык вы правильно говорите гибкий он очень пристраивается мы с вами прекрасно понимаем что мы можем наверное но минут я не знаю ну наверно 30 точно подряд говорит только на заимствованных словах все все поймут все буду думать это русский язык то есть русский язык сам себе позволяет искать заимствование вот так может быть это такое сама на сама пристройка языка вот мы говорим переживаем если мы поднимем даже древний русский язык совсем вот церковь приходишь и еле-еле что-то понимаешь да или читаешь вот образа до на стенах росписи вроде буквы те же но как-то так все диковинно любопытно если глубоко не погружаешься с другой стороны если язык гибок если он пристраивается если людям так удобно ну пусть так и будет язык сам тогда очищается он никуда не исчезнет откуда этот страх что язык пропадет он не пропадет русский язык никогда не пропадет русский язык это источник это глубокий источник который просто надо иногда чище чистить приводить его в порядок а по поводу заимствования я не против заимствования жизнь идет да и никто не против них жизнь идет ну как мы же не на обитаемом острове планете какой-то живем но просто они должны быть в пределах разумного а вот как эти пределы это понять а пределы если есть у тебя русское слово почему я понимаю взяли мы компьютер тогда у нас нет русского слова отлично пусть будет это компьютер но если есть синоним русского слова зачем его брать чай кофе понятно мы утром встаем завтраком чай кофе бутерброд это все слова заимствованы когда на уроке говоришь ребята это слова заимствованы у них как это заимствованы это заимствованы это понятно но ведь вот сейчас у молодежи появились слова которые я не понимаю я не понимаю ни о чем говорят а когда они начинают объяснять его так у нас же свои есть синонимы зачем вам это моим так удобнее ну а ему удобно потому что они день и ночь телефоне сидят они живут этим ну вот если сейчас попытаться до забыть о наших всех званиях должностях и работать но если человеку так удобнее значит тогда русский язык вместе со всем огромным коллективом людей которые занимаются должен как-то возглавить эту историю каким-то образом но он и возглавляет он и приспосабливается как же он приспосабливается он какие-то слова которые мы берем заимствование он заставляет это слово жить по своей грамматике по своей арфа и педа при когда детям говоришь ребята вообще-то правильно не йогурт а йогурт почему да потому что это слово немецкое но мы его взяли мы заставили его теперь пользу подчиняется она таких слов очень много я не против это и русский язык возглавляет я против вот этих сленгов никому не нужных которым так я не знаю гордо что ли пользуется молодежь ваши и в моей молодости но был же тоже свой сленг но был же да более я не беру сейчас не цензурную дача но все равно вы были какие-то там не в такой степени в такой мере не в такой степени у нас очень много английских слов сейчас появилось вот очень много слов связанных да вот в этой с техникой связан связано связано с экологичным да вот так синонимы же есть зачем их использовать понимаете очень бывает обидно когда ты вот сидишь на перемене и сидят старшеклассники о чем-то говорят а я не понимаю я многих слов не понимаю что ты такая молодежная защита потому что будем говорить о своих астахах тахнем его защита как это у любого молодого поколения связано от отцы и дети это вечная проблема значит мне кажется еще раз говорю мне кажется что нужно искать новые формы до чтобы войти в эту вот новую систему со своим так сказать самоваром опять же может быть отчасти вот когда я учился у нас английский язык по моему начинался с четвертого курса же был один урок да что-то как то сейчас английский дети знают лучше чем русский вот и я им завидую этом плане потому что он необходим а чтобы там не происходило все равно такой язык мирового общения русский язык наш сложный да по изучению и нам в этот плане повезло что нам нужно только следить за ним но мне кажется что опять же зависит от того как ты заинтересуешь как ты расставишь акценты как ты объяснишь как ты устроишь викторину как ты вот как вы говорите праздник какой-то или литературное чтение стихи ведь стихи возвращаются сегодня а поэтическое начало что ли да не связано с великими поэтами в люди сами пишутся потихонечку возвращать людям это нужно поэтому на мой взгляд просто необходимо что-то как говорил жванецкий поменять консерватории возможно немножечко программ поменять рабочие ну да может быть я с вами согласна но в любом случае какой бы ни была программа и чтобы не происходило русский язык должен стать обо главу русский язык не должен прогибаться вот под эти заимствованные слова это они должны прогибаться под русский язык это обязательно вы понимаете он на самом деле это некрасивые слова которые гоголь говорил и другие него он на самом деле велик когда начинаешь разбираться не синонимический ряд дети сами иногда да да как же много синоним как же много антонимов но опускается руки становится обидно когда ребенок на егэ шестое задание у нас ввели кстати хорошее задание это лексическое задание там дают проверяет знание именно вот знание ребенком языка и когда говорят одноклассник был без короля в голове ребенок это где тут ошибка он не видит ее он его в упор не видит он не понимает что заботу проявляют а заботу не делают а внимание уделяют понимаете вот это согласовано когда ребенок не понимает что цвет лица ваза там бывает допустим глиняная а почвы бывают глинистые а где тут ошибка понимаете но я про одеть на дети не говорю же даже вот когда ребенок приезжает а мы вчера из-за аэропорта приехал вот в чем беда понимает их не да и ну это это вообще покушать вот эта беда да когда говоришь что нельзя говорить я кушаю а почему нельзя начинаешь объяснять он все равно а я кушаю потому что звучит мягче вкуснее чем я ем вот эти вот до этому в школе учим но я этому и хочу в пятом шестом классе в одиннадцатом классе это возвращается на экзамен а у меня в одиннадцатом классе один урок русского языка спасибо директору что он отсюда оттуда выкраивать еще один час мне подсовывает вы понимаете а если ребенок не читает откуда он это будет помнить а вот давайте сейчас сделаем такую параллель по моему последние слова которые от нас в мир пришли это перестройка да вот перри загрузка которая на самом деле чудо перегрузка за что да вот и так далее а как у них например уроки английского языка проходят но например в англии или в европе там французского вы как-то может быть когда-то общались как они своему языку обучать может там другие какие-то схемы системы вы знаете вот я никого не хочу обижать но мне кажется что вот не то что систему системы образования тоже вот способ общения детей и учителей там другой там другой в том плане что у детей больше выбора наверно больше свободы вот они развивают свой интерес им вот это надо они тут у них нет той самой обязаловки но вот сейчас слава богу сейчас вот у нас появились профильные классы здесь литература больше там русского больше там математика больше там алгебры больше и так далее но все равно у нас вот эти вот рамки они еще есть есть надо как-то пересматривать сверху чтобы детям давать вот после 9 класса считаю что детям дать свободу давать мне не нужна математика да я иду там я буду словесником или еще кем-то почему я должна четыре урока сидеть и эту алгебру решать но девушки тоже считать им придется потом экономику семита создавать придется не без этого но это они с я думаю что если мы математика посадим он тоже на что-нибудь скажет но дело в том что мать русский язык литература не столько русских это духовная культура человек духовная культура без условно да никуда вот еще такой вопрос на мой взгляд немаловажный а как русский язык сейчас ну до всех известных событий воспринимался почему ему так тяжело пробиваться хотя он является официальным языком многих организаций уже в мире так далее ну наверное здесь политика замешан вы думаете что я думал что только политик обратите внимание если мы находим за рубежом в любой стране мира хотя бы по какому какое-то отношение к русскому человек имеющего он говорит даже на ломаном языке но он использует слова совсем другие то есть вот из того большого русского языка который все-таки передается еще один такой вопрос времени к сожалению немного может быть книги сегодня какие-то нити пишут некоторые говорят что нет ни пушкиных не лермонтовых нет достоевских толстых все закончилось когда-то давно это то не это все не то что закончилась литература может она немножко и нехорошие слова обмельчала обмельчена да я не говорю про петрушевскую я там не говорю про пелевина это понятно потому что очень много молодых писателей которые не следят за языком да вот например мы детей строго учим вот нельзя начинать предложение с этого слова нельзя заканчивать предложение этим сейчас в произведении я не могу читать современную литературу вы понимаете у писателей вот у настоящих писателей 19 века начала 20 века до тех же поэтов серебряного века у них слова она была емкая она была значимая да она несла информацию большую даже если была какая-то недоговоренность мы по слову понимали о чем чего он говорит а сейчас этого нет но будем надеяться на то что все таки все будет хорошо хорошо я верю что хотя сейчас можно и по средам и по средам и деньгам и деньгам и даже дам пока только и кофе уже говорят разрешили можно и он и она хорошо хоть не она пока вот в любом случае пальца артингизм и я хочу вас поблагодарить просто уже должны завершать а тема такая острая что хочется столько доводов столько вопросов стоит столько доводов любом случае вам успешно отметить международный день русского языка вот хорошо чтобы все сдали все необходимые егэ чтобы ребята читали и продолжали лучшие традиции которые вы пытаетесь сказать вынести в их мир если можно так выразиться потому что с учителем русского языка литературы нужно очень аккуратно разговаривать мне кажется нам удалось сегодня с вами почетный работник образования россии поэтсар чингизом на мотивасян это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания ну м м и